В Люберцах продолжаются встречи участников и ветеранов специальной военной операции с молодежью городского округа. Защитники рассказывают детям о своем боевом пути и отвечают на все интересующие вопросы. На одной из таких бесед присутствовали и мои коллеги. В зале картинной галереи собрались воспитанники Дворца детского и юношеского творчества. Но сегодня они будут говорить не об искусстве и не о направлениях своей внешкольной деятельности, а о событиях, которые происходят в стране и мире. Мужчины, наши молодые парни, можно сказать, мои сыновья, идут на защиту Отечества. Опять так же против нацистов, против фашистов. Мы не хотим, чтобы они уничтожали народ. Мы хотим, чтобы наша Родина процветала. Мы хотим жить и растить своих детей в мире. Мы хотим сами жить в мире и делать нашу Родину лучше. Что на самом деле происходит в зоне СВО и почему было принято решение проводить ее, ребятам рассказал Виктор Исаев. В марте этого года заместитель командира добровольческого батальона вернулся с фронта. По состоянию здоровья демобилизовался. На протяжении почти года проводит в Люберцах серию таких встреч с молодежью. Это важно не только для меня, это вообще важно для всей страны и в первую очередь это важно для этих детей. Они должны из первых уст знать всю правду. Не из интернета, не из каких-то подозрительных, непонятно кем созданных, вражеских сайтов. Только мы можем рассказать, что такое Родина, как ее любить и как ее нужно защищать. До начала специальной военной операции Виктор Исаев периодически отвозил в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Сейчас, уже будучи ветераном СВО, продолжает выполнять эту важную миссию. Луиза Егензерян, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛРТ.